Рост количества бродячих собак и невыполнение правил содержания домашних животных беспокоит депутатов областного Маслехата. Пути решения народные избранники искали на расширенном совместном заседании постоянных комиссий. Правила содержания домашних питомцев были разработаны два года назад. Город Сарань считается образцовым по выполнению новых правил. В Каркаролинском районе ведется планомерная работа. Построили площадки для животных. Для их выгула создали необходимые условия. Сделали ограждение, установили опоры освещения, игровые элементы, скамейки и урны. В рамках принятого закона создали все условия по содержанию и выгулу собак. В настоящее время в Каркаролинском районе построено 20 площадок для выгула. Депутаты областного Маслехата задались вопросом, почему в других городах и районах области бродячие собаки в буквальном смысле заполонили дворы и улицы. Многие родители на свой страх и риск отправляют детей в школу. Было немало случаев, когда собаки нападали на детей. Стаю беспризорных собак можно увидеть и сейчас по городу. К примеру, по району имени Козыбек-Би на юго-востоке по улице Карбышева, в микрорайоне Орбита-1, в Центральном парке, в районе кинотеатра Ленина, Ермекова-106А. На территории школ номер 57-59 бродячие собаки. Это вопрос сегодняшнего дня. У меня есть конкретные списки, по каким территориям больше всего они ходят. Это опасно для детей. Даже когда они ходят в школу между домами, бродячие собаки продолжают бегать. Вы сами знаете, какая печальная ситуация произошла в Шетском, Бухаржуровском районах. По словам руководителя управления ветеринарией, на постоянной основе возникают трудности в опросах госзакупок, а именно по открытию мест для выгула и содержания бродячих собак. В прошлом году мы участвовали в конкурсе по Тимиртау шесть раз. Так как никто не брал, мы отдали в карагандинскую ветеринарию. Вот 54-я школа, например, конкретно, что дети не могут ходить. Есть случаи, когда нападение этих собак и так далее. Сейчас мы не можем детализировать, это много времени займет. Но к вам такая просьба, вы возьмите этот список у Мира Атомалов. Она говорит, у меня есть конкретный список по районам, по городам, по карагандинам и так далее. Поэтому надо работу, наверное, конкретизировать. В завершение заседания Акиматом городов области поручили рассмотреть возможность строительства соответствующей инфраструктуры в городах для выгула собак. Управлению внутренней политики, ветеринарии, Акиматом городов и районов области принять необходимые меры по проведению широкой информационно-разъяснительной работы на постоянной основе по формированию культуры безопасного и экологичного выгула собак в городах и районах.